Пройти в финал «Большой перемены» уже победа. Из миллиона школьников, участвовавших в этом масштабном конкурсе, на завершающий этап попали лучшие из лучших. Щелкова в составе команды Московской области представили сразу две ученицы школ городского округа. Анастасия Давиденко учится в лицее номер 7. Девушка признается, не могла поверить, что попала в финал. До меня дошло, что я в финале, только когда я уже села в самолет и нас отвезли в Симферополь. И я такая, вау, а я в финале оказывается. Это грандиозно. Даже главное ведь не победа, главное участие. И, наверное, самая главная победа для всех нас в том, что мы смогли пообщаться друг с другом. Потому что таких увлеченных ребят я никогда еще не встречала в своей жизни. Они сделали, они мои ровесники, но они сделали так много, гораздо больше. И за ними хочется тянуться. После прохождения нескольких заданий, тестирования регионального полуфинала последовал самый главный этап конкурса. Проходил он в лагере Артек, куда съехались 1200 школьников из различных регионов страны. Все они не боятся больших перемен. Школьники представили более 600 проектов по различным направлениям. За несколько дней в Артеке построили город будущего. У нас было несколько основных направлений. Это искусство, урбанистика. Я была в урбанистике, то есть создании городов, создании инфраструктуры и всего прочего. Это очень интересно. Оказывается, наиболее важное направление сейчас, потому что там было большинство ребят. Также там было направление «Делай добро» про волонтеров, ЗОЖ. И, конечно же, направление «Экология», потому что это очень важная проблема. Для Анастасии конкурс стал не только шансом создать интересный проект, но и возможностью поработать в команде с такими же школьниками, ребятами, которых волнует будущее страны. А кроме того, большая перемена дала возможность познакомиться, пообщаться с людьми, добившихся немалых высот, настоящими профессионалами своего дела. Я попала в группу, где представлял свой проект «Сберкласс», президент Сбербанка и ведущий инженер этого проекта. Для меня все, что там происходило, было настолько интересно. Я не знала, что, оказывается, ведущая компания интересуется проблемами образования и предлагает их решения. Нужно сказать, и у самой Насти большие планы на будущее. Она уже сегодня мечтает связать судьбу с интересной и важной профессией. Я уже, в принципе, выбрала свое направление. Я хочу стать врачом. Я даже знаю, каким врачом я хочу стать. Я хочу стать нейрохирургом. Так что дел много, дел много. Но это не все мои планы на ближайшие лет 25, наверное. Потому что после того, как я стану врачом и поработаю в практике, я бы хотела уйти больше в научную степень, именно в когнитивистику и, возможно, стать преподавателем в УЗИ. У всех участников конкурса большие планы на будущее. А большую перемену старшеклассники запомнят надолго. Анастасии Давиденко не удалось одержать победу в своей номинации, зато удалось найти единомышленников. Теперь они одна команда. Победители конкурса получили денежные призы на образование, а все финалисты – путевки в Артек. Здесь они встретятся вновь.